Состоялось очередное заседание совместной федеральной антимонопольной службы и ассоциации антимонопольных экспертов, которая стала уже традиционным. На удивление, повестка дня сегодня была достаточно большой, было порядка 10 вопросов, но все они продуктивно были рассмотрены и по ним принято весьма важное решение, которое, безусловно, повлияет и на практику применения антимонопольного законодательства, и на его дальнейшее развитие. Я бы выделил несколько интересных вопросов. Во-первых, те вопросы, которые касаются деятельности президиума федеральной антимонопольной службы по даче разъяснений применения антимонопольного законодательства. Сегодня подводились такие промежуточные итоги по двум документам. Это разъяснение относительно применения документов, которые относятся к коммерческой тайне, и, соответственно, разъяснение, которое касается вопросов взыскания убытков по итогу рассмотрения дела нарушения антимонопольного законодательства. Оба вопроса находятся в достаточно большой степени готовности, и в подготовке разъяснений принимали участие и антимонопольные эксперты, и сотрудники федеральной антимонопольной службы. И на сегодняшний день принято решение, что с определенными вопросами, с определенными принципиальными позициями эти документы будут внесены на рассмотрение президиума федеральной антимонопольной службы. Но не менее важно был поставлен вопрос о стадиях или об этапах разработки нового законодательства в сфере тарифного регулирования. Это принципиально важный вопрос, и федеральная антимонопольная служба подготовила концепцию нового федерального закона о государственном регулировании цен и тарифов. Сегодня руководитель федеральной антимонопольной службы сказал о том, что по этому направлению сделано очень много принципиальных шагов и принято решений. И в ближайшее время по этой концепции совместно с заинтересованными участниками рынка и заинтересованными общественными организациями, и в первую очередь нашими коллегами из Ассоциации антимонопольных экспертов, будет принято все необходимое для подготовки уже проекта федерального закона, который должен стать основой для тарифного регулирования в нашей стране. Ну и, наверное, нужно сказать, что на сегодняшнем заседании не менее приятно и не менее важно был вопрос, связанный с награждением наших коллег высокими государственными наградами. Ряд представителей юридического сообщества Ассоциации антимонопольных экспертов получили государственные награды из рук руководителя федеральной антимонопольной службы, которая подтверждает о том, что сейчас в направлении повышения законности, повышения правовой грамотности, повышения признания федерального антимонопольного законодательства принимаются усилия совместно, не только федеральной антимонопольной службой, но и участниками рынка, участниками юридического сообщества, нашими коллегами. И цель такой работы, она, конечно, выгодна всем, выгодна и нашему государству, и выгодна нам, простым жителям, потребителям коммунальных услуг, потребителям продуктов питания, ну и, собственно говоря, участникам рыночных отношений.